Германия вела послабление на границе. На въезде в Данию и Люксембург сняли контроль. Берлин рассчитывает к середине июня сообщение с соседними странами и вовсе станет беспрепятственным. Ранее эти же сроки называла политическая верхушка Австрии. Задача Австрийской республики, у которой притяженная граница с Германией, разрешить ситуацию в этом районе. Мы также смотрим и на Швейцарию, на Лихтенштейн, на наших многочисленных соседей на юге и востоке. В Англии начался первый этап отмены ограничений. На улицу можно выходить, как и раньше. Маска не обязательно, но рекомендована. Сотрудники промышленных гигантов и строительных предприятий тоже пошли на работу. Лозунг правительства «Оставайтесь дома» сменили на «Будьте бдительны». Мы не можем вернуться к тому, с чего начинали. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить вторую волну эпидемии. Американцы объявили протест, а жители Пенсильвании требуют немедленно убрать карантин. Президент Дональд Трамп обещает США вакцину от COVID-19 до конца года. Мы ускоряемся, проходят последние испытания. Одновременно в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» наращивает темпы производства. Другими словами, нам вот-вот сообщат прекрасную новость, что вакцина есть, что удалось разработать формулу, что мы добились того, что так необходимо, что мы уже во всеоружии. Недовольные самоизоляцией бастуют и в Болгарии. 2000 человек вышли на митинг в Софии. Требуют у правительства снять все ограничения и не раздувать панику за пандемию. Тем временем Всемирная организация здравоохранения призвала европейцев готовиться ко второй волне коронавируса. По прогнозам специалистов, зараза накроет старый свет осенью или зимой. Повторная вспышка может совпасть с сезонным всплеском заболеваемости, гриппом или кориом. Мы должны осознать, что живем на планете полной вирусов. Этот вирус может стать тем, что мы называем эндемичным, как ряд сезонных вирусов из группы корон. Другой вариант – он может мутировать. В данном случае решающее значение имеет готовность и укрепление систем здравоохранения, а также потенциал медицинских учреждений по части наблюдения. Это ключевой вопрос. Белавия выполнила эвакуационный рейс из Каира. Но власти страны продолжают возвращать белорусов на родину и помогать иностранцам. Тем временем медики получили первую надбавку за работу с инфицированными пациентами. Поддерживает Синеоку и правительство Китая. Самолет с гуманитарным грузом за неделю дважды приземлился в Минском аэропорту. По обручению Лопатины вспоминают поставленный диагноз COVID-19 как страшный сон. Сперва медики забрали мужа, затем старшую дочь, следом и младшую с мамой. Даже коварный вирус не смог разлучить семью. Всех поместили в одну палату. Уход за пациентами, отмечает Любовь Лопатина, приятно поразил. Поблагодарить хочу третье отделение инфекционное. Очень приятные люди вообще. Я, если честно, лежала кругом, но мне сам больше там понравилось. Там мы лежали у блоки, никуда не выходили на коридор, все соблюдали, все правила. На самом деле очень приятные люди все. Заведущая хорошая, она насвела палату, очень вежливая вообще. Классно, все супер было. История побед горожан над коварным вирусом – пример миллионам. Все, кто одолел напасть, как один советуют. Не падать духом, верить в лучшее и бороться до последнего. Кристина Ариянс, Мария Бересневич, Максим Кембель, Максим Глеонко. Итоги недели.